Всем привет, с вами Алекс Ки. Сегодня мы поговорим о проведенной совсем недавно прямой конференции президента Владимира Путина. Из всех, наверное, сказанных, заданных ему вопросов очень заинтересовал меня только, наверное, один. Это от журналиста телекомпании НТВ. Да. Владимир Владимирович, в обществе очень велико внимание к вашему следующему президентскому сроку, в случае победы на выборах. Все ждут, чем этот срок будет отличаться от предыдущих и с какими людьми, с какой командой вы будете управлять государством эти шесть лет. Ну и, конечно же, наш президент никогда не любит отвечать на вопросы, которые ему задают, поэтому его ответ прозвучал вот так. Что же касается будущей конфигурации, ну, вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно и об этом, наверное, вообще после выборов нужно будет говорить. Хотя, разумеется, какие-то предварительные идеи у меня есть. Спасибо. Ну, а теперь понятно стало всем, что за кого надо идти голосовать. Возможно, выбрать вообще любую другую кандидатуру, просто прийти на выборы и поставить там галочку за кого угодно, но не за этого человека, потому что этот человек что-то нам все время, каждый раз пропагандирует при проведении выборов в президенты, но при этом не выполняет условия. Да, многим мне сейчас скажут, что он многое что сделал. Соглашусь, когда были в 90-е и люди не получали зарплаты, то он поднял там 2 или в 3 раза там и начал выплачивать, начались выплаты в социальной сфере. Это учителям, врачам, там, милиционерам и так далее, там, каким-то бюджетным сферам. Да, это плюс. Но если смотреть в целом, то глобальных изменений, как таковых, не произошло. Вот даже по сравнению в Казани, многие заводы позакрывались сейчас на днях. Прям несколько компаний тупо ведут закрытие, так как они способны конкурировать в тяжелых экономических условиях, которые пришли благодаря политике президента. Потому что он был полностью заинтересован в войне в Сирии. При этом ему задавали вопрос про Донбасс, но он сказал, что там нет никого и никто там не погибает. Но при этом люди, почему-то, понятно, что люди сами по себе, они по своей воле едут и зарабатывают деньги таким образом, являясь наемниками. Но благодаря... Кто это финансирует? То есть вопрос, кто финансирует? Вот и все. Поэтому я считаю то, что вы должны просто... Все мои зрители должны встать, войти и 18 марта проголосовать за того человека, который вы действительно считаете, что достоин этот кандидат в президенты. Потому что Путин, по мне, так он недостойный кандидат. Я буду голосовать за новых. Кстати, смотрел доклад Совета Федерации, и Панфилова сказала, что 23 человека заявились быть кандидатами на выборы. Мне это очень интересно посмотреть, кто это. Также я буду делать обзоры. Поэтому подписывайтесь на канал. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Также делись этим видео в социальных сетях. Ищи меня в социальных сетях. Есть ссылки в описании. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok